Здрась А между прочим, вы кстати в курсе, что до нового года остался всего месяц И вот самая главная проблема самого главного дня в году Это что, блин, подарить И вот вы сейчас будете ругаться, что вот снова реклама Но нет, это скорее дружеский совет Про Ugears я знаю уже достаточно давно И алды не дадут соврать Полезное порой дарить сложно и дорого А безделушки дарить совсем не хочется И вот здесь очень выгодно отличаются конструкторы Ugears Каждый раз, собирая все новый и новый конструктор Я просто охреневаю, как до такого можно было додуматься Даже самый простой на первый взгляд и миниатюрный набор Представляет из себя шедевр инженерной мысли Где еще можно увидеть в панерном конструкторе Полноценную коробку передач Работающие стеклоподъемники Рулевую рейку Открывающиеся багажники капот с дверьми Набор инструментов и даже домкрат Как можно было умудриться на лазерном станке Вырезать 735 деталей Которые подходят абсолютно идеально друг к другу Я лично не понимаю И ведь самое прикольное в этом конструкторе Даже не то, что он просто есть А то, что это отличный подарок Даже самому обеспеченному человеку У которого все есть И это еще далеко не все Что может быть лучше, чем попытка Собрать подобный конструктор в компании друзей После нового года И скоротать пару часиков времени Кстати, наш местный детский сад Ромашка собирал вот этот вот мотоцикл В два рыла аж 4 часа Казалось бы Прямо сейчас на официальном сайте Югирс проходит распродажа всего этого добра Просто по сумасшедшим скидкам И это сейчас уникальнейшая возможность Затариться действительно охренительными подарками Ссылки и промокод в описании А мы начинаем начинать Ну а вы в свою очередь все продолжаете И продолжаете присылать мне свежие видосики От Александра Полуляха С этим приспособлением ты легко перезимуешь Вы знаете, если честно, тут особо проверять нечего Я хотел бы поговорить кое о чем другом Я тут недавно обратил внимание на то Что у нашего дорогого Александра Какие-то очень сложные отношения с дровами И вот почему Всем привет, ребятки Сегодня решился взяться за проект Дровокол Что же нам сегодня потребуется для создания этой конструкции? Автомобильный диск Кусок рессоры По идее, сегодняшняя конструкция топора Должна с легкостью разрубывать различные поления Приварили 4 гайки к топору Останется сейчас только приварить эти 2 детали вместе После шлифовки болгаркой Получилась вот такая вот блестященькая Красивенькая заготовка топора Нож на месте Теперь на него нужно нацепить пружины Проэкспериментируем нашу самоделку А может быть у Саши какие-то проблемы? Потому что кроме нашего дорогого друга Александра Единственный, кто сублимировал энергию путем колки дров Вот этот человек У него, например, был острый хронический недоебит Ну а если все-таки с диагнозом я ошибся То здесь напрашивается только единственный вывод С этим приспособлением ты не так уж и легко перезимуешь Но это в том случае, если мы еще увидим какое-нибудь новое приспособление для колки дров Таак, ладно, а шо ж тут у мистера Сани-то, как дела? Да ёб твою мать И здесь все хуёво У меня нет слов Честно Ну есть же, блядь, магниты уже Давно все изобретено Просто, блядь, прилепил Вот висят здесь Берешь вот так вот раз И все Хуяк Еще хомяк Миллион девятьсот просмотров Что? Хуй с ним, давайте повторим Может быть я действительно чего-то не понимаю И это поебень охуеть какая эффективная Миллион девятьсот просмотров Гроза! Профильная труба 40 на 40 Профильная труба 40 на 40 Профильная труба 50 на 50 Магнит здорового человека Магнит изобретателя Угольник Внимание, тест! А какой нахер эффективности вот этого вот изобретения Может идти речь, если я могу сделать вот так? В то время как с магнитом здорового человека Я могу сделать вот так Пойдем со мной! Тест номер два Какой нахер понт от этих болтов Если даже без нагрузки вот это вот поебень Не в состоянии держаться на поверхности А если еще и болтами деталь подпереть То так она вообще нахер отвалится Единственное для чего такая срань Может пригодиться в жизни Так это только в качестве магнитика на холодильник Напоминающего о собственной рукожопости Но есть одно небольшое Но тем не менее достаточно простое решение Как данную самоделочку улучшить Вот теперь другое дело 250 полуляхов из 250 Впрочем, ничего нового Тем не менее, как известно У мистера Сани так же точно, как и в постели Согласно статистике Все падения чередуются со взлетами В процентном соотношении 50 на 50 Поэтому переходим к нашему следующему видосику В нашей чрезвычайно занимательной серии Телепердач Как и большинство самодельщиков Наш дорогой друг И в этот раз нихуяще нового не изобрел Но концептуально выглядит достаточно занятно Давайте скорее повторим Только в этот раз сделаем не срала-мазала А как следует Голоса! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что же, по крайней мере, теперь эта хуетень не выглядит как говно. Ну а как работает, мы сейчас точно выясним. Хуёво, но работает. Ну и теперь, я думаю, резонно будет объяснить всем тем, кому интересно, для чего же такая поебень нужна. Обычно такое рукоделие используют для того, чтобы изготавливать нагеля. Другие люди называют их шканты. И ещё тысяча названий, напоминающих диагноз половой дисфункции. Подобные какашки муравьеда частенько используются для сборки мебели в качестве направляющих. 89 полуляхов. Конструкция требует доработки по определённым причинам. Использовать в целом можно, но напрашивается вопрос, нахуя, если все эти какашки муравьеда, как я уже сказал, продаются в магазине. Единственное там объяснение, их полное наличие и отсутствие в данный момент, когда нужно работать. Поэтому, в принципе, запользовать данную срань можно. Следующий раздел нашей серии чрезвычайно занимательных телепердач, надо полагать, для нашей аудитории, самый любимый. Пиротехника. Ну и поскольку вы мне прислали данный видосик 154 миллиарда раз, надо полагать, что вам интересно, насколько весело и просто будет остаться без глаз, ушей и конечностей. Приступим. Итак, нам понадобится сахарная пудра, нитрат калия, а также самый дешёвый кошачий наполнитель. Также нам понадобится виниловая трубка 3 четвёртых дюйма и деревянный штифт, тоже 3 четвёртых. Это трубка ПВХ-40, я разрезал её на отдельные части длиной 5 дюймов каждая. Нам нужен небольшой блендер, который не жалко повредить. Этот я купил вместо комиссионки за 5 долларов. Для начала отмерим 65 грамм нитрата калия. Сначала может показаться, что он и так неплохо перемолот, но уже после всего 20 секунд в блендере он приобретает воздушно-лёгкую текстуру, похожую на сахарную пудру. Добавьте ровно 35 грамм сахарной пудры. На данном этапе смесь легко воспламеняемая при малых температурах, так что вместо того, чтобы использовать блендер, я просто растрясую эту смесь вручную в течение 3 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы всё хорошо размешалось. Не взрывается. Итак, наше топливо готово. А теперь настало время наполнителя. Это обычная бетонитовая глина. Теперь закидываем горстку глины в блендер на 10-20 секунд, пока она не превратится в пудру. Теперь открываем крышку. Советую делать это в маске или в открытом месте, потому что, как вы видите, пудра настолько мелкая, что улетает словно испарение. Обдыхать её не слишком полезно. Все ингредиенты собраны. Теперь соберём саму ракету. Понадобится 5-10 крепких ударов, чтобы утрамбовать всё как можно плотнее. Получилась вот такая маленькая глиняная крышечка. Теперь добавляем топливо. Эта смесь очень лёгкая и воздушная, так что штифт нужно погружать очень медленно. Когда всё утрамбовано рукой, можно ещё постучать молотком так же, как с наполнителем. Окей, наш ракетный двигатель почти готов, осталась только насадка. Для этих двигателей я использую сверло 5,6 миллиметров. Это точная длина и толщина, которые нам понадобятся для того, чтобы превратить эту трубку с топливом в ракету. Да блять! Где ты взял такое сверло на 5,6? Сверлить надо очень медленно и осторожно, ведь такую ракету очень легко испортить. Я сверлю вручную. Так проще контролировать процессы, не вырабатывать теплотрением. Выглядеть это должно примерно так. Протестировать ракету я выехал далеко, в пустыню, за много километров от людей, зданий и чего-либо возгораемого. Погнали испытывать. Что-то пошло не так. Есть подозрение, что наша дырка маловато в диаметре. Давайте сделаем побольше и потрамбуем получше. Дубль-2. Я был просто поражен результатом. Эта ракета взлетела ввысь примерно на 600 метров. Но, надо полагать, тема вполне себе рабочая. Единственное но, что в нашем случае взлетела не так высоко, как в видео первоисточнике. Надо полагать, что здесь вся причина хуевости нашей глины. Но, как показал первый дубль, без пальцев вполне себе можно остаться, если что-то пойдет не так. Поэтому здесь нужно быть крайне осторожным. Самоделка далеко не полная хуйня. Лой, спиписька, до свидания.